20 минут о красивой жизни на 31 канале. Это программа Бьюти Тайм. Добрый вечер! Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника Формула. В парикмахерской индустрии, как и в моде в целом, все давно уже придумано. А тенденции заключаются в определенном сочетании цветов, форм и фактур. Что же будет в моде в следующем сезоне, смотрите прямо сейчас. Парикмахер-стилист высокой квалификации учится на протяжении всей профессиональной жизни, а о новых тенденциях узнает из первоисточника и раньше всех. Этим летом делегация имидж-студии Елены Ивановой побывала в Германии, в Берлинской академии Икона, где рождается парикмахерская мода. Школа мирового уровня работает по техникам видал сосун, то есть это чистые разделения, четкие стрижки. Видал сосун – это суперточность в стрижке, это оттяжки, угол. Это техника, в которой работает весь Запад. Пробыли мы там семь дней. Первый день у нас был показ тренера. Он делал три работы, выполнял. Мы смотрели, наблюдали, зарисовывали. Нам показали коллекцию 2019 года. Первый день была теория, то есть слушали, а потом отрабатывали на манекен головах. Как и во всех других направлениях моды в парикмахерской сфере, все остальные формы и линии уже давно придуманы. А тенденции заключаются в определенных комбинациях формы и цвета. В моде опять челки, то есть челки короткие. Они рваные, а разная длина. Чуть короче, чуть длиннее. Асимметричные, но плотные. Также удлиненные. За свои годы работы я хочу сказать, что это новое то, что хорошо забыто старое. Это те, кто приходят в профессию, для них это ноу-хау. Те, кто работают уже в профессии, они просто освежили свои воспоминания. Все состоит из нюансов. Маленькие нюансы уже делают немножко другой результат. Поэтому здесь нюанс, линия среза, разделение, немножко заменять цвет, добавлять цвет. У нас была тренер Джессика. Она разработала этот цвет. Всем плюс-минус. Были чуть разные вариации. Чтобы посмотреть, как одна и та же работа с маленькими нюансами может по-разному выглядеть. В окрашивании это как натуральное, так и разноцветное. Оно называется «свет внутри волос». Волосы же они всегда находятся в движении, и пересыпание всегда дает игру света. Так продумано нанесение красителя, что в шахматном порядке какие-то нюансы пересыпания дают движение. Учились мастера не только в стенах академии. Ведь много тем для размышлений подкидывают и сами прогулки по Берлину. Сейчас именно многие дизайнеры и одежды, наверное, во многих направлениях черпают свои творческие идеи в уличной моде. Я бы не сказала, что они работают по-другому, потому что принцип общения с клиентом, он всегда один. Я думаю, что у них все равно немножко как-то это все больше артистично. То есть они выполняют работу как артисты. То есть мы как-то немножко по-другому это все делаем. Сама вот эта поездка, вот это перемещение. Это архитектура, это новые люди. Это тоже все вдохновляет, заряжает. Ты смотришь, как это носят люди, как они ходят и другие, другие западные. Это немножко и отдыха, и посмотрели на другую страну, и встретились с коллегами из других городов. То, как, где, на чем работает. Поэтому очень важно и очень интересно. Хочется сразу всех покрасить, всех перестричь, перекрасить, чтобы все были новые, другие, модные. Увиденное оно бесследно пройти не может. Оно однозначно заряжает. И ты уже хочешь этим пользоваться, хочется уже какие-то, может быть, не все, но какие-то элементы обязательно используются. Самый быстрый способ изменить внешность – это новая прическа. Если она выполнена в последних тенденциях, это автоматически делает весь образ стильным и актуальным. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Родиной джинсов считается Америка, но на сегодняшний день их носят во всем мире. А это значит, что джинсы в каком-то смысле объединяют народы. Джинсы – это символ демократичного стиля. Их выбирают люди разного возраста, пола, профессии и даже комплекции. Мы хотим быть молодыми. Мы стремимся к этому. И для нас это очень важно. И вы видите, что развитие в моде таково, что оно колоссально поменялось. Если раньше у нас стандартом была просто обычная блузка, юбка, то сейчас мы можем увидеть женщину, которой 50 лет. Она будет идти в сникерах, в кроссовках, в джинсах. Она будет идти в футболке. И она будет выглядеть нормально. То есть это действительно для нас будет нормально смотреться. Когда-то в нашей стране самые обычные джинсы стоили целое состояние. Сегодня цена различных брендов может отличаться в разы. А производители предлагают заплатить не только за громкий бренд, но и за перфектное качество. О нем нам рассказывает Лариса Орлова, бренд-менеджер известной текстильной компании из Германии. И поэтому нам, когда мы выбираем джинсы, мы должны обращать, мы должны брать в руки ткань, мы должны ее пробовать, мы должны смотреть, насколько хорошо она тянется. И если ткань хорошо тянется и хорошо садится, необходимо, конечно же, спрашивать консультанта по поводу того, как она будет себя вести в носке. Потому что есть продукты, которые обладают эластичностью до 80%. То есть это выглядит как обычный хороший качественный джинс, но вы себя чувствуете, как будто вы одели просто спортивные штаны. Вы можете вплоть до того, что заниматься спортом и даже бегать по утрам. Вы можете поднимать ногу, вы можете двигаться. То есть у вас такой комфорт, такая свобода движения. Еще один важный показатель качественных брендов – это особые лекала, которые ориентированы не только на стройных, но и на реальных женщин. По продолжительности носятся очень долго. Вот у нас клиенты носят от трех до пяти лет джинсы. Говорят, уже как бы хочется поменять что-то новенькое. Они не снашиваются. Для любой женщины можно подобрать любую форму джинс. Самое главное, вообще девиз нашего магазина – не испортить фигуру. То есть не бывает, что женщина толстая, пышная, худая, бедра, значит, не те. Очень много слышим от них различных нелестных о себе отзывов. И наша цель – их в этом переубедить с помощью нашей одежды. Вот джинсы позволяют это сделать просто на сто процентов. То есть женщина уходит вольная, она уходит с ощущением, что она худее на два размера, чем она пришла. А в наш магазин. Качественные современные джинсы создаются сложно и многоэтапно. Начинается все с эскиза и разработки моделей. А после того, как изделие отшито, начинается процесс облагораживания, в ходе которого и появляется та самая уникальность, задуманная дизайнером. Облагораживание именно в дорогих, хороших, качественных брендах денима происходит в Италии. Это ручная работа, очень дорогостоящая. Каждые же джинсы в отдельности одеваются на манекен и потом вручную обрабатываются. Обработка одних джинс занимает до 16-17 минут. То есть это очень-очень такой долгий процесс и необходимо каждый джинс в отдельности обработать. Поэтому у каждого из нас есть свои любимые джинсы, и эти джинсы имеют какие-то определенные потертости. И вот эти потертости как раз и делаются вручную. И вот они определяют качество, определяют вот именно трендовость каких-то джинс. Потому что вы знаете, что, ну, обычный классический, конечно, допустим, темно-синий, голубой деним, он приятный, но все равно нам всегда интереснее что-то с потертостями, что-то с каким-то, каким-то дестроем, то есть с разрушениями, с какими-то заплатами. То есть это выглядит гораздо интереснее. Удачно сидящие джинсы – настоящая находка для гардероба. И как бывает жалко, когда они начинают терять свою форму. Именно по этой причине есть смысл научиться профессионально разбираться в качественных джинсовых брендах, чтобы в дальнейшем не тратить много времени на выбор и не разочаровываться после второй-третьей стирки. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК Горки, второй этаж. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово, 159. Салон обуви «М&Х». 10 элитных брендов из Италии в самом центре города. Улица Красная, 67, угол Красный и проспект Оленина. Салон «М&Х». В наш век, когда фотокамера всегда под рукой, очень важно красиво получаться на снимках. Этому был посвящен трехдневный курс фотопозирования. В числе слушателей оказалась и съемочная группа «Бьюти Тайм». Глядя на фотографии девушек в лентах соцсетей, легко вычислить тех, кто уверенно смотрится в кадре, даже если на всех снимках одни и те же позы из категории фотоштампов. Люди, которые не нравятся себе на фотографиях, как правило, не нашли своего удачного ракурса. А в наш век без этих навыков никак. Я захотела быть более раскрепощенной в фотографиях, фотосъемке. У каждой девушки должно быть в арсенале несколько фирменных штучек, чтобы хорошо получаться на фотографиях. Мы показываем, чего точно нельзя делать в камеру, а дальше стараемся, чтобы движения не такие были, чтобы у всех там одинаковые, чтобы мы вставали и говорили, теперь поставьте руку там сюда, теперь поставьте руку сюда, и у всех будет одинаково фотография. Нет, показываем, что точно нельзя делать и что будет лучше смотреться в кадре. Научиться правильно вести себя перед камерой призван трехдневный курс фотопозирования, который в Челябинске организовали участницы известных фэшн-проектов, хореограф и стилист Елена Каленникова и фотограф Татьяна Гладких. А наша цель – это в первую очередь убрать комплексы перед фотоаппаратом, и вторая цель – оставить ее такой же, какая она есть. Мы пытаемся для каждого найти именно его позу, его движения, в которых он будет получаться лучше. Я хочу научиться позировать для того, чтобы лучше получаться на фото, чтобы фото с друзьями были более интересны, можно было их куда-то выложить и гордиться этими фотографиями. Девочки показали несколько приемов, на что обращать внимание, как себя вести перед объективом. За кадром осталась команда стилистов, парикмахеров и визажистов, которые предложили участницам эксперимента попробовать себя в разных образах. Ведь от того, какими будут прическа, макияж и одежда, от этого и будет зависеть манера поведения в кадре. Макияж вообще супер, тут я ничего сказать не могу. Прическу сделали такую, как заказал стилист. Про образ пока не знаю, потому что это тайна стилиста, но посмотрим по результату. Там всего два образа, и я считаю, что оба очень мне подходят. Они пробуют, мы тут же это разбираем, показываем, что можно было еще доработать. Я узнала, как правильно позировать, как себя выгодно подать. И, собственно, мы этим и занимались. Очень приятно втонуться в эту творческую атмосферу. Достаточно креативные девочки тут собрались. В общем-то весело, непринужденно, мне нравится. Мы в женщине сохраняем все то, что в ней есть. Мы ее не переучиваем. Мы только ей даем понять, что она прекрасна. И прекрасна даже в каких-то смешных образах, прекрасна даже в каких-то смешных движениях. Показываем ее с другой стороны. Умение правильно себя подать сегодня ценится не меньше, чем выдающиеся профессиональные навыки и лучшие личные качества. Именно поэтому уметь фотографироваться должны не только профессиональные модели. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Спортивный стиль – это будущее моды. По прогнозам аналитиков, этот тренд останется на подиумах еще долгое время. Дизайнеры, в свою очередь, будут предлагать обновленные его интерпретации. Своего рода фундамент спортивного стиля – это кроссовки и все, что их напоминает. Подобную обувь можно и нужно носить с платьями, особенно если они лаконичного дизайна и свободного силуэта. Вышивки, бусины и стразы в современной моде не противоречат спортивному стилю. Ведь есть даже отдельное направление – спортшик, которое предполагает богато декорированную, но при этом свободную и удобную одежду. Спортивные элементы – обязательная составляющая стиля кэжуал. Такие сочетания, как футболка, брюки и бомбер, считаются привычными и удобными, демократичными и понятными. И все это при участии упомянутой выше спортивной обуви. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Шесть красных «Фольксвагенов Пола», сертификаты торговых сетей и интернет-магазинов. Всего более 100 тысяч призов от компании «Макфа» достанутся счастливым участникам розыгрыша «Красная машина». Стать обладателем иномарки и других ценных призов может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно купить крупу, макароны или муку со специальным кодом. Заветную комбинацию цифр нужно искать на пачке – сбоку, снизу или сверху. Чек, подтверждающий покупку, обязательно сохранить. А код – зарегистрировать на сайте, который вы видите на экране. В день можете зарегистрировать до трех кодов. В акции участвуют как пачки с анонсом, так и без него. Главное, чтобы на пачке был код. Акция проходит с 15 июля 2018 по 15 января 2019 года. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в завершении выпуска в проекте «Ноу Комманд». Бьюти Таймпак, 비슷치가 высокую порядку. Ниже можете transpose ее, например, наблюдать вам в hacemos. Подписывайтесь на канал. Ставьте ссылку на мой канал, ставьте лайк. След Darrinурузу acuerdo, подписывайтесь на канал! Мы с вами составляем синяя цикла. Продолжение следует Bran. Продолжение следует... побоины вверх. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok